Всем привет, дамы и господа! И сегодня мы с вами разберем креслица от компании Daichi. Вообще, Daichi бренд, друзья, я очень люблю. Это бренд, который делает премиум качество. Я вообще сейчас не преувеличиваю. Действительно, очень хорошего качества кресла по цене среднего и чуть выше класса кресел. Уникальное предложение на рынке, поэтому, друзья, обязательно подсмотрите это видео, если ищите кресло для ребеночка категории, вот, например, сегодня 0.1.2 с рождения до 25 килограмм, до метра 20 приблизительно роста. Моделька называется Bliva iSize. Соответственно, iSize название говорит, что оно соответствует очень требовательному стандарту сертификации, скажем так, которая очень требовательна к безопасной перевозке детей в автомобиле. И если стандарт такой присутствует, то кресло отличное. Да и сам бренд плохих кресел не делает, поэтому доверяем ребенка смело и не паримся. 0.1.2 категория, и оно вращается, друзья, на 360 градусов. Соответственно, очень удобно для посадки. Подошли к автомобилю, посадили ребеночка, повернули. Супер! И давайте разберем, что оно из себя представляет. Кстати, здесь вот такенный козырек. Просто сказка. На самом деле, если машина не тонирована особенно, особенно зимой в Питере, солнце низко, светит ярко, вообще невозможно ездить, детей слепит, полностью решает проблему. Козыречек. Почему другие производители, мало кто вообще так делает? У японцев я такое встречал, а вот все остальные экономят. Я не знаю, почему сделать такой козырек не проблема, мне кажется. Вот, собственно, заглянем внутрь. Здесь у нас новорожденный ребенок должен сначала ездить. Соответственно, нам нужен вкладыш, который его будет хорошо фиксировать. И мы видим, здесь он установлен. Давайте я сейчас его вытащу и вам покажу этот бутерброд, который дает нам возможности возить маленького карапузика. Вот, вы видите, какой он формы. Он специально такой формы, потому что, когда мы разворачиваем против хода и возим, нам нужно больше выпрямить спинку. И этот вкладыш нам это дает, друзья. Плюс хорошая фиксация. И чем лучше ребенок плотнее зафиксирован, тем безопаснее, друзья. Не ищите супершироких кресел, если вы ищите безопасное кресло. Также вот есть у нас в комплекте вот такой вот вариант подголовника дополнительный. Вот, он такой с эффектом памяти. Очень приятный, тактильно, мягенький. И он фиксирует нашего ребеночка, пока он маленький. Потом вырастает ребеночек. И мы убираем это все. И получаем уже большое полноценное кресло, которое до 120 сантиметров вмещает ребенка. Сразу хочу отметить по тканям, друзья. Все ткани дышащие. Перфорированная вся основа. И летом будет окей ребенку. Хорошо. Дальше. Давайте я вам покажу. Вот ребеночек родился. Нам нужно его упаковать. Разворачиваем против хода. И наклоняем. Здесь нету полностью никаких горизонтальных положений, друзья. Здесь, в принципе, такое полусидячее положение. Но немножко для тех, кто ищет спальные места в автомобиле. Автомобиль и коляска – это разные вещи. В коляске ребенок на улице может полностью лежать. В автомобиле он не должен полностью лежать, потому что это небезопасно. У него должна быть вот такая вот полусидячая позиция. Он такой должен быть скрюченный, чтобы при ДТП сохранить жизнь ребенка. По-другому не получится, потому что вот именно в таком только положении нагрузка распределяется по шейно-воротниковой зоне, по спине, по позвоночнику правильно. Если мы положим ребенка, он просто вылетит из кресла. Так нельзя. Соответственно, нагрузка должна распределяться равномерно по всему телу, по всей спине. Только вот в таком варианте это возможно. Поэтому не пугайтесь, что оно там не лежит. Так не должно быть. Вот. Соответственно, вот так мы ездим. Ездим минимум до 9 месяцев, а можно и побольше, если позволяет рост ребенка. И потом кресло разворачиваем и едем уже по ходу движения. И сразу покажу вам угол наклона по ходу движения. Вот угол. Это, в принципе, достаточно, чтобы голова не висела под своим же весом, когда ребенок уснет. Вот. Сразу хочу еще подметить, на ремешках, в хороших креслах, вы всегда увидите специальную поверхность. Такую прорезиненную, не скользящую, которая при ДТП тоже непосредственно тормозит, фиксирует лучше ребенка. И у него меньше травмируется плечевая зона самого ремня. Ну и, соответственно, мягкие накладки на паховой зоне играют ту же роль, чтобы меньше травмировать здесь. Кстати, вот сразу хочу обратить внимание. Здесь установлена их фирменная система Side Impact SIP, называется, которая гасит энергию удара при боковом ДТП дополнительно к самому каркасу. И пластик здесь, кстати, использован в самой высшей категории. У пластика тоже есть категории, классы, классификация. Вот здесь используется самый нужный, самый правильный, который при ДТП пружинит, он, скажем так, демпфирует энергию удара. Это вот самый лучший вариант, который, возможно, здесь непосредственно установлен. Так, по ткани сразу добавлю, пока не забыл. Стираем до 30 градусов, потому что горячий постирайте, вы не сможете его обратно одеть, имейте в виду здесь только так. И по поводу крепления, друзья, здесь изофикс платформа. Вот я его уже установил, сейчас здесь упор в пол, изофикс мы защелкнули, упор в пол выдвинули, чтобы у нас индикация на площадке была зеленая. И, собственно, можно ехать. Только вот в таком режиме. Вы увидели везде зеленую индикацию в трех точках. Все, соответственно, кресло правильно установлено, можно ехать. Упором в пол не пренебрегайте, у кресла должно быть две точки крепления. Обязательно изофикс. Или бывает якорный ремень сзади крепится, или упор в пол. Взаимозаменяемые вещи, якорный ремень и упор в пол. Поэтому упор в пол выдвинули, изофикс защелкнули и смело едем. Вот, собственно, и все, друзья. По креслу мне добавить больше нечего. Что хочу, как я вначале сказал, цена-качество, друзья. 0.1.2 категория. Такого хорошего бренда, такого хорошего качества стоит относительно недорого, друзья. Поэтому по ссылке внизу на Мир Автокресел пройдите, посмотрите. И вы убедитесь в том, что реально кресло стоит своих денег. Вы можете приехать в магазин Мир Автокресел, нас по России много. Посадить ребеночка вот сюда и в кучу других кресел. И убедиться в том, что я вам сейчас сказал, что кресло достойное. Я думаю, как минимум вы это кресло изучите, когда придете. Ну, а я вам хочу пожелать хороший грамотный выбор. Вопросы остались? Пишите в комментариях. Удачи на дорогах. Пока. Продолжение следует.